Кэши Кэши был мощным демоном Камса Марадж До него Камса присылал множество демонов Но ни один из них не возвращался обратно в Матуру Камса уже был в отчаянии Он терял терпение И он призвал этого мощного демонюгу И повелел ему отправиться во Вриндавану и убить Кришну В это время во Вриндаване Кришна прогуливался в роще вместе со своим лучшим другом Мадумангалом Мадумангал сказал Мой дорогой друг Кришна Все уважают тебя Все время подкармливают сладким Угощают тебя Вкусностями Но ты-то пастух, а я брахман Я не понимаю, меня никто так не уважает, как тебя Я думаю, в чем причина этого? Кришна сказал, понятия не имею, в чем причина Мадумангал сказал, я прекрасно знаю, в чем причина Я думаю, это потому что на тебе всегда эта желтая, ярко-желтая, золотистая накидка, подобно молнии на твоей груди И так как у тебя в волосах вот это красивое павлинье перо И потому что ты играешь на волшебной флейте своей Кришна сказал Мой дорогой друг Если ты действительно веришь, что в этом заключается причина того, что все уважают меня и подкармливают сладостями Давай я тебе отдам и перо, и флейту, и питамбару свою накидку Возьми Мадумангал сказал, да, дай брахман дакшина Мадумангал сказал, да, давай брахман дакшина, давай мне И он взял кришна белый цвет и пакок, и флейту, и он чувствовал очень вкусно Чуп, чуп Чуп Он начинул на себя педахару Кришны, подкнул волосы павлиня перо и почувствовал себя таким модником Мадумангал был уверен, что все сейчас начнут уважать его Потому что Мадумангал был уверен, что действительно сейчас все начнут уважать его И он вышел сюда на берег Ямуна и стал прогуливаться в ожидании внимания от всех В это самое время, в Матуре, Камса приказывал Кеши, отправляйся во Бриндавану, убей этого Кришну Кеши дает и сказал, о Камса Махарач, как я распознаю этого Кришну? Камса Махарач сказал, что это легко, он использует питамбару и павлиня перо и играет флейту Надо просто его узнать, на нем всегда питамбара такая желтая, в волосах павлиня перо в руках флейта Кеши примчался сюда во Бриндавану Повсюду разыскивал того, кто соответствовал этому описанию Камсы И нашел мальчика, который у него был павлиня Ага, наконец-то я его нашел, подумал Кеши Кеши был конем, он развернулся и задними ногами легнул изо всех сил этого Кришну, как он думал Копыта не достали Мадумангала, на самом деле не тронули Мадумангала, но сам вот этот вихрь, который пошел на него от удара этих копыт, закинул Мадумангала в кусты Он несколько раз перевернулся и влетел в кусты И лежал там без сознания Я же подумал, как это было просто Подумал, ладно, с этим я разобрался с Кришной, но мне как-то скучно, я быстро его убил, надо еще чем-нибудь натворить Сейчас паду, наведу террор в этой деревне Это было его огромной глупостью и ошибкой Лучше бы он сразу отправился обратно в Мадхуру Стал рыть копытами землю Громко рычать, перепугал всех Браджабаси, всех во Браджамандале Кришна, великий герой, Вир Кришна подбежал Кеши и кулаком дал ему в пасть, прямо кулак попал в эту глотку Кеши Кришна стал раздорстаться в глотке Кеши и глаза выкатились наружу и он просто сдох И очень медленно, спокойно Кришна вытянул руку свою из глотки Кеши И он в этот момент был водяной Но кто-то в кустах подглядывал за происходящим И из леса Кришна приблизился Нарада Муни Нарада Муни began to glorify Кришна Ядай, 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 дарма, ся, глани, бхарати, бхарата О, whenever the religion is going down and irreligion is going up At that time you descend to this world to destroy the demons and save the devotees И Кеши, ага, Кеши, Кеши умер уже Нарада Муни стал прославлять Кришну, напоминать ему о том, что когда дарма приходит в упадок Когда в мире начинается беспорядок и греховность накрывает весь мир То Кришна приходит из века в век Восстановить дарму, защитить праведных и наказать грешных Это описано в Шримад Бхагаватам Но в чем тване этих молитв Нарада Муни, скрытый смысл Скрытый смысл следующий О Кришна, ты пришел в этот мир Для построить дарма Кришна, ты пришел в этот мир установить порядок и религиозность Но когда ты пришел сюда, то ты испытывал, как сладко был любовь к Бриджбасе И ты забыл о том, что все Но оказавшись тут во Врадже, ты настолько был пленен сладкой любовью к Бриджбасе Ты полностью позабыла свои миссии И вы должны понимать, что это не то, что все в Раджбасе очарованы Кришной Кришна полностью пленен их сладкой любовью Потому что у кармы, у любого действия Карма, как убийство демонов, всегда у него есть начало и конец у такой кармы Лилы бесконечные, у лил нет конца То есть лила начинается и никогда не заканчивается Нарада думала, что Кришна, он так уничтожен в океане любви к Бриджбасе Он забыл все, я должен приехать и вспомнить, почему он пришел сюда Otherwise, он не уйдет и уйдет в Матуре Нарада понимал, что Кришна полностью забыл о своем намерении уничтожить демонов Настолько очарован Вриндаваном и Бриджбасе, что он никогда не покинет Вриндавана Он пришел так ему намеком напомнить О Господь, ты тут с миссией определенной в этом мире То есть и в этот же самый день, когда он убил Кеши Акрура прибыл из моторы Это место разлуки с Кришной, потому что тут он провел свой последний день во Вриндаване Кришна вернулся домой Мадуманга тоже пришел домой С головной болью сильной плелся домой Он сказал к Кришне, что вы можете держать ваш флот, вы можете держать ваш пикок вода, и вы можете держать ваш питомбар Я не хочу, что я просто пытался помочь Некоторые люди, как не служить, мы никогда не услужим Все равно будут недовольны Сила Рупа Госвами подсказал Будьте осторожны Не ходите во Вриндаван Но если вы, по возможности, в Бриндаване Это не так, но не ходите в Кеши Гар Но если вы там очутились, то ни в коем случае не ходите на Кеши Гар Но если вы покупали в Бриндаване, вы потерялись, и вы, по случайности, в Кеши Гар Может, пока вы были в Ганготре, на лой базаре, и случайно заблудились, идя домой по улицам, и вышли сюда, на берег Ямуны у Кеши Гар Тогда это не поздно Еще не поздно Но если вы приехали в Кеши Гар Не посмотрите на лицо этого мальчика Говинда Если вы любите своих родственников, своих любимых, свою семью, свою работу, свою машину, свою собачку или кошечку Ни в коем случае не смотрите на этого Говинду Потому что если только один раз, он посмотрит на вас из окна глаз Если один раз, он бросит взгляд на вас из окна глаз Вы обо всем навсегда забудете И никогда не вернетесь домой Да,άλумады Субтитры создавал DimaTorzok